Когда в Советском Союзе решили бороться с низкопоклонством перед Западом, то из всех искусств важнейшим посчитали кино. К нему обратились в первую очередь и заказали режиссеру Рому и сценаристу Штейну драму «Суд чести». В ее основе был суд над советскими учеными Клюева и Роскиным, которые создали препарат от рака круцин, а потом были осуждены за сотрудничество с американцами. Главные герои фильма – ученые-биохимики Лосев и Добротворский. Они сделали научное открытие, позволяющее бороться с болью. А потом отправились в командировку в США и поделились результатами исследования с коллегами. Когда герои возвращаются на родину, их критикуют за идейную незрелость и устраивают «Суд чести». Обвиняю тех, кто забыл о своей национальной гордости, кто унизил честь и достоинство нашей родины. Нет большего срама для советского гражданина. Фильм получил сталинскую премию и в 1949 году занял третье место в прокате. В то же время многих режиссеров осуждали за безидейность творчества и заискивание перед Западом. А Сергея Эйзенштейна обвинили в том, что он обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов наподобие американского куклуксклана. Интересно при этом, что фильм вышел по заказу Сталина. Первая серия ему понравилась, а вот после второй все изменилось. Иван Грозный выглядит безвольным, как Гамлет, писали в постановлении ВКПБ. Третью серию Эйзенштейну снять так и не удалось. Это проект «Тлетворное влияние Запада». Ждите следующих серий.